В Бендерском центре развития ребенка номер 14 прошел второй этап конкурса «Память и слава воинам Победы». Мероприятие приурочено к 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Участвовали в нем воспитанники детских садов и кружков изобразительного творчества ДДЮТ. Танки, голуби, цветы, солдаты-герои в орденах, поля сражений. Каждый ребенок, как может, передает главную тему конкурса. Предварительно для дошколят провели исторический экскурс. Я рисую голубей. Это символ мира. Я хочу, чтобы никогда не было войны. Рисую танк. Поля героев. Я рисую солдатов, которые спасали мир от фашистов. Бломастерами и карандашами. Я рисую пилотку и вечный огонь в памяти о всех, кто погиб. Нам в садике рассказывали об этой войне. И я хочу, чтобы всегда был мир. Больше двух десятков ребят со всех детских садов и ДДЮТ города собрались в этот день здесь. Главная цель конкурса – патриотическое воспитание дошколят. Воспитание подрастающего поколения, чтобы они помнились, память наших предков, чтобы они знали, как становилась наша республика. Рисунки нарисованы. Да, дети нарисовали рисунки. Теперь в течение получаса они должны продублировать эти рисунки, для того, чтобы мы видели, что на самом деле это рисовали дети. Рисунок в карандаше. Красками смешаны и нетрадиционные техники. Организаторы сделали несколько номинаций, чтобы как можно больше детей отметить наградами за свое творчество. В жюри педагоги – представители Дворца детско-юношеского творчества УНО города Бендера. Хочу сказать, что мы уже предварительно просмотрели детские работы. Очень интересный подход, интересная интерпретация, творческий подход. И именно вот эти критерии являются основными, по которым будем оценивать работы. Также мы посмотрим, чтобы была аккуратность, индивидуальность, чтобы не повторялись сюжеты, не дублировались. Все участники получили грамоты, а итоги конкурса подведут ближе к памятной дате.